Конфликт на высшем уровне. Дональд Трамп поссорился с французским президентом и, похоже, всерьез. Повод новой торговой пошлины, которую вводят в Штаты. Чем это обернется, знает Дмитрий Анопченко. Они казались лучшими друзьями, людьми, нашедшими общий язык с первого взгляда. Во время недавней встречи в Белом доме Дональд Трамп с французского коллеги Макрона пылинки сдувал, причем в прямом смысле слова. Но теперь, как выяснила СНН, отношения между лидерами США и Франции испортились и резко. Макрон позвонил в Белый дом и, пользуясь, как ему казалось, доверительными отношениями с Трампом, решил поговорить откровенно о торговых пошлинах, которые американский президент вводит сейчас на товары из Евросоюза, в частности, на алюминий и сталь. Споры по этому поводу у Америки со всеми европейцами. Ангела Меркель и Терезу Мэй американский президент не услышал, и все надеялись, что хоть к своему новому французскому другу прислушается. Но оказалось, от любви до обид у Трампа действительно один шаг. Он рассверепел. Сразу несколько сотрудников Белого дома сообщили СНН, только лишь заслышав критику, Трамп вышел из себя. Отношения теперь испорчены, причем не только с Макроном, но и с остальными европейскими лидерами. Критикуют Трампа и в самой стране, а Джош Сорос даже выступил с пугающим прогнозом, прогнозируя финансовые потрясения по принципу домино, когда нестабильность, по его словам, по цепочке зацепит финансовые рынки и в Европе, и в Азии. А ведущий деловой портал страны, Бизнес Инсайдер, опросив лучших экономистов, получил ответ. Торговая война, которую затеял Трамп, не сохранит рабочие места, как он думает, а наоборот приведет к безработице. На каждого нанятого придется 20 увольнений в других отраслях. Вот только слышать об этом президент не хочет. И, как выяснилось, даже от друзей. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.